задавался вопрос кстати говоря если сделать асимметрию то есть здесь поток сделать больше а здесь поток сделать меньше но на самом деле я это уже делал вот поток здесь больше здесь меньше вот здесь на полную открою здесь немножко придавлю вот здесь по светодиодам я определяю какой светодиод щелкнет и вот сейчас пока нету вот щелкает вот этот вот с правой стороны светодиод с правой стороны с моей стороны а теперь я наоборот этот придавливаю другой беру а этот отпускаю полностью так немножко придавим и получается сейчас идет полный поток с этой стороны а здесь поток придавлен и все равно щелкает светодиод с правой стороны поэтому поток не влияет на то что с какой стороны поток больше или меньше вот не влияет здесь какие-то другие факторы влияют на полярность этой и второго первого индуктора и второго индуктора вот видите он щелкает при любых раскладах именно правый светодиод я думаю вам было видно а теперь я отпускаю полностью с обеих сторон и вот сейчас щелкать он будет пошустрее также задавали вопросы что в банках в банках ничего нет это просто пустые банки я просто взял банку из-под сгущенки выразил здесь отверстие и вставил вообще банки можно убрать просто когда будет струйка воды сюда падать она будет мимо падать поэтому я их чуть-чуть поднял а пластиковую вот эти вот ведра это просто пустые для того чтобы приподнять вот эти банки вот так же еще задавался вопрос что неонка работает как диод на самом деле это неправда и мы убедились на этих диодах один диод вперед другой назад полярность переворачивалась смотрите предыдущий видеоролик потому что вместо колец я поставил вот эти втулки и полярность вдруг перевернулась то есть работала наоборот предыдущий видеоролик смотрите я их уже выпустил два это будет третий видеоролик поэтому неонка как диод не выступает вот я не просто так сюда поставил диода вот видите светодиод щелкает только один вот который с правой стороны а этот молчит ну и вот она неонка но стоило мне только вот такие вот цилиндры поставить вот эти цилиндры оставил вместо вот этих вот бубликов и полярность переворачивалась вот на этих светодиодах ну вот смотрите тут задавались вопросы для чего эти все-таки банки были это просто пустые банки это держатели вот они вот так выглядели просто я их вставлял чтобы банка была поближе и вот обратите внимание что когда я отдалил банки от этих колец щелканье прекратились они есть но они накапливаются очень-очень долго вот сейчас щелкнет и кстати вот это вот сейчас я их спустил вниз и что вы думаете полярность вдруг перевернулась здесь один щелчок наверно секунд в 20 происходит то есть конструкция вдруг нарушилась и полярность перевернулась у меня сейчас не вот не правый светодиод стал щелкать а левый щелчки практически прекратились поэтому банки нужно располагать очень близко вот к этим вот кольцам тогда эта конструкция начинает работать я сейчас отдалил и она практически не работает то есть один щелчок раз наверное не знаю там в 30 секунд или даже в 40 секунд то есть характеристики сразу же ухудшились вернула все эти банки обратно как это все было и самое удивительное я ничего не делал и полярность сейчас перевернулась у меня сейчас загорается вот этот нижний светодиод а до этого работал правый светодиод то есть при каких-то обстоятельствах видимо то есть движение вот этих банок откручивания закручивания их туда вкручивание он поменял вдруг полярность сейчас я вам это продемонстрирую вот обратите внимание сейчас загорается левый светодиод а до этого работал правый светодиод так что вот при каких-то условиях я не знаю что-то сдвигается здесь перемещается хотя ничего не поменял просто банки вынул и банки задвинул вам обратно и полярность перевернулась так что полярность на самом деле переворачивается то есть собрал конструкцию разобрал конструкцию все полярность перевернулась хотя я просто банки пластиковые вынул показал вам снова закинул обратно и вдруг полярность через диоды перевернулась благодарю за внимание пишите комментарии очень интересно узнать ваше мнение